МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажу вам по секрету, на выходных собираюсь к другу на свадьбу. Уже предвкушаю сделать отличные фотографии. У начинающего фотографа на свадьбе должен не только костюмчик сидеть, но и фотоаппарат фотографировать. Гость может помочь профессионалу, а заодно и получить гениальные кадры. Здравствуйте, меня зовут Арман Каримов. И тема сегодняшней программы – свадебная фотография. Улыбка невесты, переживание жениха, слезы родителей, радость гостей. Вот что и как фотографировать, чтобы это осталось не только в памяти, но и на кадре. Иногда не важно, как фотографировать, а важно, где. У одной креативной парочки – Алекса Пеллинга и Лизы Гант – и вовсе нет документа о заключении брака. За ту свадьбу они играли 60 раз в разных странах. Ради оригинального способа совершить кругосветку, влюбленные продали бизнес, дом и даже посуду. Причем их свадебное путешествие еще не закончилось. Еще одна оригинальная свадьба была сыграна в аквариуме среди рыб и моллюсков. Надо было удержать кольца, чтобы их не украл осьминог. Регистратор брака задавал вопросы жениху и невесте при помощи бумажек с написанным текстом. Интересно, а как молодожену ставили подписи? И как работал свадебный фотограф? Думаю, так. Продолжение следует... После просмотра таких снимков кому-то точно стало уж замуж не втерпешь. Как показывает мировая практика, чаще всего организуют свадьбу невеста. Она-то и выбирает свадебного фотографа. И по статистике чаще всего появляется в кадре. Чего только бывалые свадебные фотографы не выдумывают. И путешествие невесты на велосипеде, и жених на футбольном поле с друзьями, молодая пара на лыжах, на конях, в воде. Но мы с профессионалами конкурировать не собираемся. Лучше спросим у них совет. Каждая пара индивидуально, считает свадебный фотограф Оксана Хан. Многие кадры задумываются заранее. Но не все. Этот родился в процессе. Вот эти открытые двери с рисунком, со своим переходящим вот в этот цвет люстры, мне напомнили какой-то вход в сказку. И я сразу же представила там невесту, стоящую при открытых дверях в своем белоснежном платье. Плюс еще там было очень хорошее освещение. Впереди невесты естественный свет рассеивается благодаря стеклянной крыше помещения. Сзади девушку подсвечивают огромные люстры. Но фотографам далеко не всегда так везет. На каждую свадьбу приходится носить с собой полный комплект. Вспышку, софтбокс, светоотражатель. Если прогулку на улице еще возможно снять с естественным светом, то банкет никак. Да и для съемки деталей нужна не только оригинальная идея, но и особое освещение. До банкета, конечно, мы дополнительно еще пользуемся видеосветом, чтобы подчеркнуть какую-то киношную, скажем так, картинку, дать лучик света, то есть небольшую порцию света на какую-то деталь. Отдельно сфотографировать туфли или отдельно сфотографировать бантик, ну, это и будет отдельно стоящие туфли или отдельно стоящий бантик. А если собрать их в композицию, то уже создается какой-то образ жениха, да? Детали, связующие нить в фотоистории про свадьбу. Эта композиция создает образ жениха, еще не надетое платье, образ невесты. Еще один герой фотосессии – букет. Он должен быть одновременно и ярким, и подходящим к образу молодой. Оксана признается, для нее съемка каждой свадьбы – истинное удовольствие. Находиться в самом центре, понимаете, этого позитива, ну, там же все счастливые, все гости, плачут, мама, слезы счастья. Я сама всегда плачу на свадьбах. Вот я не могу вот с собой ничего поделать, но как только начинаются тесты матерей или тесты мам, папы, когда родители выходят, говорят какие-то пожелания своим детям. У меня всегда слезы на глазах, я всегда стараюсь фотоаппаратом прикрыть глаза, чтобы никто не увидел. И я не могу ничего особо поделать. Меня настолько переполняют вот эти чувства позитива и счастья, что я считаю, что свадебным фотографам очень в этом плане повезло. После дня свадьбы для фотографов все только начинается. Никто не отдает снимки необработанными. Для этого фотографируют в так называемом сыром формате. Потом добавляют контраст, яркость, иногда тонировку. Постобработка почти всегда выдает фирменный стиль свадебного фотографа. Вот что я еще заметил. Все больше свадебных фотографов стали концентрироваться на деталях. Они невероятно важны для свадебных снимков. Жених и невеста в суматухе праздника не замечают мелочей, но потом видят на фото и удивляются. Можно использовать и другие предметы. Фотоаппарат, бокал. Самое главное, чтобы вместе они смотрелись гармонично. Примерно половина фото со свадеб 100% постановочные. То есть молодожены встают в позы, о которых просит фотограф. И, естественно, настоящий профессионал найдет жениху и невесте положение, которое будет выражать счастье. Сегодня технологии свадебной съемки и обработки фотографий шагнули далеко вперед. 3D слайд-шоу – распространенная опция у свадебных фотографов. В случае, когда один предмет на фото двигается, остальные статичны, получается такой оживший снимок. То ли еще будет. Субтитры сделал DimaTorzok Белый цвет – это традиционный цвет платья невесты. Но он может стать проклятием для фотографа. Дело в том, что снимать белое платье так же сложно, как и снег. Старайтесь не пересветить его. Остальным фотохитростям меня научит эксперт-фотограф. Пора на свадьбу. Кстати, ее фотосессия будет проходить на пляже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оксан, привет! Уже работаем, да? Ну да. Вот на мой взгляд, фотограф на свадьбе – это самый главный режиссер. Вот он именно говорит, как ему улыбаться, как встать, какую позу принять. Соответственно, это же улавливает и оператор. Я с вами совершенно согласна, потому что фотограф как раз-таки является главным режиссером свадебного дня. А вот есть какое-нибудь, может быть, святое, золотое, незыблемое правило при проведении свадебной съемки? Ну, лично для меня есть одно правило, которое помогает мне в работе очень сильно. Фотограф должен любить свою работу, любить свою профессию и должен любить людей. Только благодаря вот этому могут получиться замечательные фотографии. Ммм, вот оно как. А, вот, и самое важное теперь – настройки. Вот какие мы сейчас применим настройки? Начнем со значения ISO в дневное время. При ярком освещении, как теперь у нас, мы выставляем ISO 100. То есть, ну, максимум 200 можно поставить, но не больше 200, потому что достаточно хорошее освещение дневное. Диафрагму я работаю на M-режиме, то есть мануальный режим выставляю всегда на фотоаппарате. Диафрагма у меня практически всегда имеет одно и то же значение – это 2,8. Самое минимальное значение, которое позволяет мой объектив. Выдержка будет зависеть тоже от освещенности. То есть, если слишком яркое солнце, я поднимаю выдержку до 1000. Если уже ближе к закату, я, естественно, выдержку делаю меньше. То есть, она, ну, бывает 100, 100, 150, 200, 200. Вот, я поставлю, как у вас. Так, ну все, кажется, я все настройки выставил, и думаю, можно приступать. Давайте к практике. Продолжение следует... Ну вот, в принципе, по-моему, уже лучше получается. Уже неплохо. Я думаю, на этом можно закончить, молодым еще сегодня гулять. Вот. Вам большое спасибо. Мне кажется, я теперь могу кое-кде подрабатывать. И у вас появился компьютер. Я этого не боюсь, правда. Большое вам спасибо. До новых встреч. До свидания. Если вы засветитесь перед друзьями и покажете хорошие свадебные фотографии, скорее всего, вам когда-нибудь позвонят и попросят поснимать на другой свадьбе. Многие мастера так и начинали. Только для этого нужно уметь сделать события ярким и запоминающимся. И на фото тоже. Знать технику и технологию съемки. И уметь создавать историю. А сейчас своими историями поделится наш звездный гость. Итак, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях певец, композитор, продюсер, да вообще очень талантливый человек Иван Бреусов. Иван, приветствую. Приветствую. Иван, такое дело. Я сейчас постигаю и изучаю фотоискусство. Мне вообще интересно встречаться с известными людьми и говорить о фото. Ну, это, наверное, в детстве у нас у всех такое было, вот когда мы были маленькие. Тогда фотоаппараты были практически у избранных, можно так сказать. И тогда, когда происходила фотография, мы все старались нарядиться, причесаться, встать красиво. Так же было? Да, так было. И я помню, когда моя сестра пыталась заниматься фотографией, это был такой зенит, черно-белые фотографии. Они там в школе где-то вот вместе фотографировались, иногда меня с собой брали. Потом я присутствовал даже на таких моментах, когда была проявка этих фотографий. В полной темноте. Вот этот раствор серебра, там потом закрепитель, потом вот это вывешивали все на такие прищепочки, высыхали фотографии. Потом делали такие рамки были, которые нарезали специально какой-то узор, да. Ну вот, в общем-то, я этот процесс застал в своей жизни, да. Вот тогда как раз это было волшебно? Тогда это было волшебно, да, потому что сам процесс вот этой проявки уже имеет большое значение, как бы, и для тебя это искусство все-таки. В правильном свете, в правильном контрасте сфотографировать это тоже нужно было уменьшить. А вот вообще вот фотосъемка, ну и как человек, творчество, артист, видеосъемка. Что проще, что легче? Наверное, легче все-таки фотосессии, потому что там всего лишь один момент запечатляется, да. И можно преподнести человека в любом совершенно виде. То есть можно и сказать о нем, что он агрессивный, можно сказать, что он добрый, можно сказать. Ну, то есть это делается все, да. А, допустим, в видеоверсии тебе нужно пропустить через себя эту всю песню, донести до людей, до телезрителей те эмоции, которые ты передаешь им. Что ж, ясно. И вам большое спасибо, что нашли время, поделились своим опытом, своим отношением к всему этому. В общем, вам желаю дальнейших творческих успехов. Спасибо большое. И все это запечатлевать на фото. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Наша программа подошла к концу. Улыбайтесь. Может быть, именно сейчас на вас направлен объектив чьей-то фотокамеры. Тем более, если вы на свадьбе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok